МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эрудит пятерка! АПЛОДИСМЕНТЫ Сезон надежд. Серия игр учеников восьмых-девятых классов. Почему сезон надежд? Это наше будущее, это наши надежды. Мало того, что это интеллектуалы, которые будут играть в следующем сезоне, наши уникальные телевикторины, но это интеллектуальная надежда нашей страны, нашей Беларуси. Будущие светлые умы нашей синевокой. Итак, внимание, сегодня финал. Слева от меня в синих шарфах команда Дворца творчества детей и молодежи капитан Илья Луньков. АПЛОДИСМЕНТЫ Право от меня команда 19-й школы. Капитан Даниил Галушка. АПЛОДИСМЕНТЫ С юными знатоками из 19-й школы работает Вадим Олегович Лосев. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну а команду Дворца пестует Тамара Васильевна Климович. Вот так и повезло. АПЛОДИСМЕНТЫ Итак, внимание, все слова сказаны. Но осталось самое главное, низкий поклон Гомельскому облсполкому и те радиокомпании Гомель, без крых, вообще бы не было нашей уникальной эрудит пятерки. Спасибо им. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Итак, финал. Итак, финал нашего сезона надежд. И начинается он, естественно, с блеф игры, поверки нашей интуиции. Илья, кого отправляете на такой самый тонкий интуитивный бой? В этот бой я отправлю Ксюшу. Ксюшу. Кого отправляет Даниил? Никиту. Итак, Ксюша против Никиты. Вперед! АПЛОДИСМЕНТЫ Итак, женская интуиция против мужского прагматизма. Итак, поехали. Верите ли вы, что на 100-долларовой купюре изображен американский президент Бенджамин Франклин? Никита? Да. Никита, Бенджамин Франклин никогда не был американским президентом, так что вы не принесли своей команде 5 очков, а могли бы. Играем. Верите ли вы, что вплоть до 17 века скрипка считалась плебейским инструментом? Да. Да, 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 только в 17 веке ее стали слушать как инструмент высокого полета. 5 очков заработала Ксюша. Играем. Верите ли вы, что большие скорости вызывают перегрузки? Никита? Да. Азы физики. Скорости никаких перегрузок вызывать не могут. Вызывает перегрузки только перепад скоростей, ускорение. Играем. Верите ли вы, что у древних греков крокодила называли водяной лошадью? Ксюша? Да. Хиппопотамус, водяная лошадь, это бегемот. Играем. Что-то я очень лихо вас дурю сегодня, извините за плебейское слово. Верите ли вы, что Михаил Юрьевич Лермонтов был еще и талантливым художником? Ксюша? Нет. Да, талантливый человек, талантлив во всем. Он великолепно рисовал, еще и музыку сочинял. Итак, 5-0. Вот такая неожиданная у нас получилась бляж-игра. Нервничают, нервничают в финале. Итак, внимание, господа, по местам мы начинаем дуэль игру. Темы боев дуэль игры. Внимательно прослушайте и решите, кто на себя какую тему готов взять. Итак, первый бой – география от А до Я. Второй бой – приятного аппетита. Третий бой – полюбившийся нашим игрокам общее слово. Четвертый бой – ну как от нее уйти в этом мире? Made in China. Сделано в Китае. И пятый бой – в переводе. У вас 5 секунд, чтобы решить, кто какую тему на себя возьмет. Вперед! Время истекло. География от А до Я. Илья, кто в бой идет? Аня. Аня идет в бой. Прекрасно. Даниил? В географии разбирается Алина. Итак, Аня против Алины. Вперед! Прекрасно. Анна, вы какую школу или гимназию представляете у нас? 56-ю. 56-ю. Ну, Алина, понятно, я не спрашиваю, там сборная школы. Итак, внимание, география от А до Я. Алина, а правда, что ваш тренер одновременно является еще и учителем географии? Да. Вадим Олегович. Ну и как он вам? Отлично. Я рад за вас. Играем. На этом континенте водятся и кенгуру, и коалы. Анна. Австралия. От А до Я начинается на А, окончается на Я. Вы заработали 5 очков для своей команды. Играем. Она начинается на восток от Урала. Анна. Три, две, одна. Вогресс, Алина, у вас есть шанс? Азия. Азия, конечно же. Европа на запад. Название этой территории произошло от местного племени англов. Алина. Англия. Англия, все просто. Столица этой страны город Ереван. Армения. Великолепный ответ. Ну и до ссоры с Турцией она была популярна у россиян как место отдыха. Анталия. Великолепный ответ. Отлично играет Анна. После первого боя. После первого боя. 20-10. Дворец сделал такой небольшой задельчик и ушел вперед. Следующий бой. Итак, внимание, Илья, приятного аппетита. Кому пожелаем? Лена. Леночка. Данил у вас? Никита. Итак, Лена против Никиты. У Никиты последний выход. Вперед! Итак, Никита, берите реванш. Приятного аппетита. Эту пищу, безусловно, предпочитал всем прочим сказочный медвежонок Винни-Пух. Фальстарт. У Лены за этим очень строго следит наш электронный судья. Никита. Мед. Мед. Лучший подарок, по-моему, мед. Это и Ослик сразу поймет. После варки он приобретает радикально красный цвет. Фальстарт у вас, Никита. У Лены есть шанс? Не пробовали никогда? Варишь, варишь. Он красный становится. Рак, рак. Не ешьте, не ешьте. Пускай живет. Играем дальше. Их используют для приготовления заменителя кофе. Но охотнее их поедают свиньи. С дерева падают такие красивые. Да. Желуди. Желуди, конечно же. Желудевый кофе. Но лучше, конечно, желуди свиньям, а кофе людям. Играем. Именно с помощью этого по правилам этикета принято есть рыбу и птицу. Да. Вилки. Вилки. Ну, есть специальные рыбные вилки, но... Лена, может, вы знаете? Руками. Руками, конечно, нужно есть птицу. Великолепно, да. Играем. Это самое глазастое блюдо. Нужно точно назвать. Ну. Три, две, одна глазастая. Яичница глазунья. Да, господи боже мой. Что же вы так нервничаете? И так, после второго боя, 25-20, подтянулась девятнадцатая школа дворцовской сборной. И еще практически равные. Следующий бой. Итак, внимание. Третий бой. Общее слово. Ну, помните. Пресса, дом, море. Желтая. Планета, армия, знамя. Красная. Итак, общее слово. Илья, кто готов? Ксюша. Ксюша. А у Даниила? Анастасия. Ксюша против Анастасии. Вперед! Общее слово. Итак, внимание. Три слова и общие прилагательные. Кровь, любовь, учительница. Что с вами, ребята? Первая кровь, Рэмбо. Первая любовь. У вас это далеко позади, наверное, уже. И первая учительница еще дальше. Первая. Играем дальше. Затрак, спирт, закон. Ксюша? Сухой. Сухой закон, сухой затрак, сухой спирт. Отлично. Пенечков. Дон, омут, час. Анастасия? Сухой. Сухой. Дон. Совсем сухой. Ксюша, может, у вас есть шанс? Ребятушки, ну, великий Роман Шолохова, за который Нобелевскую премию получил. Тихий дом, тихий овост, в котором черти будет цаить, тихий час в больнице или в пионерском нагре. Играем. Замок, поцелуй, змей. Ну. Да. Воздушный. Воздушный, отлично. Воздушный замок, что такое мечтательное. Воздушный поцелуй, ну и воздушный змей летает там высоко. И заканчиваем. Обида, микстура и правда. Горькая. Я сейчас скажу горькую правду о счете, который у нас после третьего боя. Итак, после общего слова 35-25 впереди сборная дворца. Ну, я понимаю, что игроки осторожничают, нервничают, боятся показаться глупее, чем они на самом деле. Не бойтесь. Не бойтесь. Вы и так умные. Вы уже в финале. Итак, внимание. Четвертый бой. Made in China сделано в Китае. Кто у нас китаевед у команды дворца? Елена. Елена. А, у вас есть Лена, а у вас есть Елена. Понятно. А у Даниила? Андрей. Елена против Андрея. Вперед. Made in China. Именно по этому показателю китайская нация первая в мире. Фальстарт у вас, Андрей. За этим строго следит наш электронный судья Елена. По численности населения. По численности населения, конечно, 5 очков. Не торопитесь. Не торопитесь, Андрей. Выжал кнопку, подумал, 5 секунд спокойно ответил. Играем. Это была важнейшей статьей экспорта Китая в средние века. Что же экспортировал Китай в Европу? Елена. Шелк. Шелк. Великий шелковый путь. Браво. Играем. Она была построена для защиты от нападений северных кочевников. Да. Великая китайская стена. Великолепный ответ. Он сработал как положено, как мужик. Подумал, нажал, ответил красиво. Играем. Это китайское изобретение называли «Югоуказующая игла». Елена. Компас. Блестяще. Да. У них стрелка на юг была. И в 2008 году эти международные соревнования прошли в Пекине. Да. Олимпийские игры. Олимпийские игры. Вы правы. Отлично отыграла Елена. Итак, после нашего китайского тура, после китайского боя, 55-30, девятнадцатая школа, нужно нагонять. Как говорится, самый, наверное, сложный бой. В переводе разнообразные, иностранные, правда, известные выражения. Кто готов? Отправляю себя. Хорошо. Отправляю сам себя. И Даниил? Тоже себя. Капитанский бой. Вперед! Даник, давай, кричат из зала. Отлично. Итак, в переводе. Девиз с долларовой купюры, In God We're Trust, переводится именно так. Данил? Веря в Бога приобретаем. Да ничего подобного, слишком сложно. Илья, будете отвечать? Нет. In God We're Trust, в Бога мы верим. Или просто мы верим в Бога. Играем дальше. По-фински карта, это карта, а палло, мяч. А что такое по-фински карта палло? Та. Итак, карта. Карта, палло, мяч. А карта палло? Ребят, ну карта на мяче когда? Это на круглом. Это глобус. Все очень просто. Играем дальше. Римляне говорили, аут бене, аут нихель. О них либо хорошо, либо ничего. Очень правильные эти вещи. А о ком так? Не рискует. Де мортус. О мертвых. Либо хорошо, либо ничего. Человек умер, что же его поливать грязью? Играем. А лагер ком а лагер по-французски это? О господи. Лагер. А лагер ком а лагер. На войне, как на войне. Капитаны как-то осторожничают. Архимед выбежал из бани, крича «нашел». А как-то по-гречески. Данил. Эврика. Наконец-то нашел свою игру. 55-35. И мы переходим к тест-игре. Тест-игра. Наша скоростная централизованная тестировка. Не просто будет игра, а зверская. Ну, а точнее о животном мире. Выжать кнопку и выбрать один из трех вариантов ответа. Все очень просто. То же самое вам придется делать через некоторое время на централизованной тестировке, если оно еще сохранится, а не превратится в национальный экзамен. Итак, Илья, кого отправляете? Анна. Анна зверскую тему берет на себя. У Даниила мрачного. Андрей. Андрей. Анна против Андрея. Вперед! Андрей! Итак, сегодня. Восточный 12-летний календарь открывает год. А. Мыши. Б. Быка. Ц. Тигра. Анна? Пускай будет тигр. Тигр – это третий год. Прошу вас, Андрей. Мыши. Да, с мышки начинается. Гот уже залезла на голову быку в свое время и первую видела рассвет. Пять очков заработал на подборе Андрей. Первое изображение кошек на барельефах. А. Древнего Египта. Б. Древней Греции. Ц. Древнего Рима. Древнего Египта. Да, кошка там была священным животным. Десять очков взял на своем вопросе. Андрей, играем. В конце всемирного потопа Ной выпустил. А. Ласточку. Б. Голубя. Ц. Орла. Анна. Может, голубя? Голубь принес ему оливковый ветвь в знак того, что потоп закончился. Браво, Анна. Плюс 10 очков. Мы называем вас интеллектуалами, я бы сказал, интеллектуалами суши, а интеллектуалами моря ученые называют. А. Осьминогов. Б. Дельфинов. И. Акул. Фальстарт у вас, Андрей. У Анны есть шанс. Дельфины. Это правильный ответ. Да, именно, они интеллектуалы моря. И последний вопрос. Первой из животных в космосе побывала родственница. А. Мышки. Б. Кошки. И. Ц. Жучки. Анна. Жучки. Касабака Лайка, да, родственница, известные жучки сказки Репка. Великолепная игра. После тест игры счет у нас 80-50. Дворец впереди. Но впереди не только дворец, впереди еще наша слайд-игра. Играем. А. Итак, дворец против школы, областной дворец творчества детей и молодежи против средней школы, наверное, 19 с художественным уклоном. Итак, внимание, слайд-игра. Картинка, буква, простая азбука. Смотришь, что нарисовано и называешь то, что видишь. Илья, кто любит картинки у вас? Елена. Елена. Даниил, кто любит картинки у вас? Анастасия. Елена против Анастасии. Вперед! А. Итак, тут ничего сжать не надо. Мы начинаем с выигрывающей пока команды. Это дворец. Смотрите на панель за моей спиной. Даже я буду отходить в сторонку, чтобы вам не мешать. Ну, и по очереди, по очереди, по очереди. Начинаем мы с Елены. Лена, слайд для вас. Адам. Да, Адам. Все на месте. Вот яблочко ей внесет фига в листок. Все как положено. Отлично. 15 очков взяла Елена. Анастасия, с вами. Это береста. Береста, береста, конечно. Великолепный ответ. И для растопки. А древние новгородцы на ней писали очень много таких берестяных табличек. в научном обороте ходит. Хорошо. Играем с Еленой. Елена, прошу. Витясь. Телевизор Витясь, который идет в Витебске. Да, узнала. Прекрасно. Настя, играем с вами. Ну? Ну, Яриск, ну это может быть гимназистка? Это гимназистка? Ну, раз на прошлой игре был гимназист, то это гимназистка. Гимназистка, разумеется. Прекрасно. Елена, играем с вами. Ну, как это собачку можно назвать? Дворняга. Дворняга. Нет у нее хозяина. Жалко. Ну, правильный ответ. Настя. Что он делает-то? Ест. Ну, значит, он. Едок. Ну, вот и все. 15 очков. Лена. Нужно назвать эти горы, которые возле Волги. Звучали они сегодня, уже звучали. Нет? Настя? А тем не менее, это Жигулевские. Горы Жигули, те самые, которые, в честь которых назвали автомобиль. Мы играем с Настей. Прошу. Звонарь. Звонарь, конечно, он звонит. Колокол великолепно. Елена. Иван Дурак. У-у-у, Настя. Ну, Иван. Все? Все, просто Иван. А ведь помните, в прошлой игре я у Анны не принял бы просто Ивана. А то был Иван Дурак. Ну, а это, посмотрите. Ну, какой это дурак? Это Иван Царевич. Вот то-то и оно-то. Настя, последний шанс для вас. Кардиограмма. Кардиограмма. Это правильный ответ. Настя совершила невозможное. Она сравнила счет. 125 по 25. Рис не играет. И теперь, и теперь принципиальный, как я понимаю, капитанский бой. Да, Илья? Да, Данил? Да. Итак, Илья Луньков против Данила Галушка. Вперед! Я напоминаю, что это финал финала сезона «Надежд». Кто из этих двух замечательных ребят, этих двух замечательных команд, игра абсолютно равная, все-таки станет победителем. Итак, внимание, риск игра – единственная игра, в которой штрафуются неправильные ответы. География от А до Я. Язык этой страны не имеет ничего общего с тем, на котором общаются в интернете. Тишина. Какая тишина в классе? Никто не рискует, потому что минус 20 очков – неправильный ответ. Албания, конечно же. Играем дальше. Приятного аппетита. В честь этого француза назван самый известный салат. Прошу. Оливье. Оливье. Yes. Oui, oui, oui. Впереди 19-я школа. Общее слово, внимание, прилагательное. Луна – чаша победа. Дадил? Полное. Браво! И Илье, и Илье нужно сейчас выигрывать оба вопроса, чтобы счет сравнялся. Made in China. Это китайское изобретение у нас выпускают в Добруши. Три. Бумага. А ведь правильный ответ. Да! Добруш да, и бумага, и фарфор – все это китайское изобретение. Играем. Нет, был бы икут. В переводе – вени, веди, вицы. С латыни переведите. Но. Пришел. Увидел. Победил. Победил. АПЛОДИСМЕНТЫ И так понятно. При равном счете три блестящих точных ответа Данила и игра сделана. Я даже не буду называть счет, потому что и так все понятно. Вице-чемпионы сборная дворца Илья Луньков и его девчонки. АПЛОДИСМЕНТЫ Чемпионы сезона «Надеж» – команда 19-й школы «Данил Галушка». АПЛОДИСМЕНТЫ Чемпионы 19-й школы, вице-чемпионы дворец. Остались еще две игры у нас до Нового года. Кто примет участие в этих сюрпризных играх? Какие лица у нас будут блистать на экране, вы увидите, если будете включать нас по четвергам вечером на канале «Беларусь-3» и пятница-воскресенье на «Беларусь-4». Эрудит пятерка, но самое главное, самое главное ведь. Смотрим пятерку. Получаем десятки. Играем! Редактор субтитров А.Семкин